Издательство «Миф» представляет Кэти Милкман «Как меняться» — наука, которая поможет преодолеть внутренние препятствия на пути перемен. Перевод с английского Натальи Лисовой. Читает Людмила Шаулина. Предисловие. Поскольку теперь и я причисляю себя к стану ее восхищенных коллег, могу заверить вас, что во многих отношениях Кэти действительно умнейший человек, которого я когда-либо встречала, что она намного работоспособнее прочих, и да, то, на что она способна, заставляет меня чувствовать, что я по сравнению с ней двигаюсь как будто в замедленной съемке. Но на самом деле Кэти не сверхчеловек. Нет, она такой человек, каким стремимся быть мы с вами, и каким, как она убедительно показывает нам в этой аудиокниге, может стать каждой. Она человек с большой буквы. Под этим я подразумеваю, что Кэти Милкман — знаток человеческой природы. Она выяснила, как следует соотносить свои действия, цели и мечты. Ее первые попытки в любом деле, возможно, дают неидеальный результат, но буквально все, что Кэти по-настоящему интересует, она стремительно учится делать все лучшее, все быстрее и все более и более эффективно. А как признанный во всем мире ученый-бихевиорист, посвятивший этим вопросам всю свою карьеру, она понимает, как трудно иногда быть человеком, и как все мы можем лучше справляться с этой задачей на самом глубоком уровне. В начале нашей дружбы это не было очевидно, но теперь я вижу, что Кэти подвержена тем же слабостям, к которым склонны все мы, и что ей, как и всем нам, приходится как-то справляться с ними. Ей хочется есть пирожные и чипсы вместо яблок и шпината. Она предпочла бы потянуть время вместо того, чтобы вернуться к работе. Она способна на гнев и нетерпение. Кэти инженер по образованию и темпераменту, и ко всем этим вызовам она подходит как к требующим решения задачам. Именно этот психологический настрой, как мне кажется, и делает Кэти таким человеком с большой буквы. Иными словами, Кэти прочно усвоила, что секрет лучшей жизни заключается не в том, чтобы искоренять те импульсы, которые делают нас людьми, а в том, чтобы понять их, перехитрить и всюду, где это возможно, заставить их работать нам на пользу, а не против нас. Что касается меня, то уроки, которыми может поделиться Кэти, неимоверно улучшили мою жизнь. Мне чаще удается сделать за день положенные 10 тысяч шагов. Я быстрее пишу электронные письма. Во многих самых разных сферах она помогла мне найти приемы, помогающие сделать мою жизнь проще и лучше. Многие уроки, которыми делится Кэти в этой аудиокниге, выросли из нашей совместной работы в инициативе по изменению поведения к лучшему, масштабном проекте, который мы ведем последние 5 лет. В нем мы исследуем, что нужно делать, чтобы изменить свои привычки. Мы изучили новые способы повысить ежедневную посещаемость спортивных залов, сбор пожертвований, охват населения вакцинацией и качество обучения и разработали новые методы развития науки об изменении поведения. Но два человека никогда бы не смогли справиться с такой сложной задачей без посторонней помощи, поэтому мы с Кэти собрали команду из более чем сотни ведущих интеллектуалов со всего мира, получивших образование в разных областях, включая экономику, медицину, юриспруденцию, психологию, социологию, нейробиологию и информатику. Из этой аудиокниги вы узнаете не только о работе Кэти и нашем совместном проекте, но и о работе наших многочисленных замечательных коллег. Любая книга похожа на разговор с автором. По этой причине следует всегда так тщательно выбирать книги, которые мы читаем. Ваше время ограничено, и собеседник нужен такой, который может научить вас чему-то новому. И хотелось бы, чтобы человек, с которым вы ведете диалог, вам нравился. Вы ведь хотите приятно провести время в его компании. Вы хотите быть уверенным, что этот человек действительно печется о ваших интересах. Именно поэтому вам следует прослушать эту аудиокнигу до самого конца. Несомненно, вы, как и большинство знакомых мне людей, пытаетесь приобрести ту или иную привычку. Скорее всего, вы и в прошлом не раз пытались изменить себя. И всякие раз гадали, почему так трудно из того, кто я есть, стать тем, кем я хочу быть. На этих страницах Кэти расскажет вам о том, чего вы прежде не знали. Вы поймете, как важно правильно подобрать момент для запуска новой привычки. Поймете, что забывчивость — тихий убийца даже самой горячей нашей решимости. Что заставить трудную задачу казаться интересной, гораздо лучшая стратегия, чем заставить ее же казаться важной. И самое главное, на протяжении всего разговора вы будете слышать, как Кэти с теплотой, юмором и здоровым осознанием собственных ограничений, а также с великолепным пониманием человеческой мотивации и поведения, спрашивает у вас, в чем ваша проблема. Вы почувствуете, что этому человеку по-настоящему важно помочь вам изменить себя. Вы почувствуете себя друзьями с ученым-бехевиористом мирового уровня. Кэти будет идти рядом с вами, помогая лучше понять себя и стать, подобно ей, человеком с большой буквы. Вы опробуете на себе некоторые из предлагаемых идей и задумаетесь о том, почему вам самому раньше они не приходили в голову. Вы освоите новый подход к жизни и научитесь с его помощью выстраивать стратегии, которые пока даже Кэти не пришли в голову. Возможно, когда-нибудь тем, кто только что познакомился с вами, будет казаться, что вы не подвержены всем тем импульсам и конфликтам, которые донимают обычных людей. Возможно, вам будут делать комплименты по поводу вашей безумной продуктивности. Возможно, у вас будут спрашивать совета, как успевать больше сделать за день. А вы, возможно, в ответ захотите познакомить этих людей с вашей подругой Кэти. Прочтите это, скажете вы с понимающей улыбкой. Все мы стараемся как-то согласовать то, что мы делаем, с тем, что мы хотим. Я тоже старалась, а потом я научилась рассматривать любую безвыходную ситуацию в жизни как конкретную задачу, требующую решения. Вы заверите этих людей, что секрет лучшей жизни не в том, чтобы быть сверхчеловеком без желаний, комплексов и проблем. Секрет в том, чтобы решать стоящие перед собой задачи, вооружившись самыми современными научными знаниями. Я искренне верю, что эта аудиокнига может дать вам новый старт. Я счастлива, что вы готовы начать. Анжела Дакворд Ведение В начале 1994 года теннисная карьера Андре Агаси совершила опасный кульбит. Всю жизнь Агаси уверяли в том, что он войдет в историю как один из великих представителей своего вида спорта. В профессиональный спорт он пришел в 1986 году, в возрасте 16 лет. И спортивные комментаторы не скупились на похвалы его природному таланту. Он обладал удивительной способностью набирать очки на подаче и настоящим даром брать невозможные, казалось бы, удары в защите. Но к 1994 году славу Агаси принесли не звездные результаты на корте, а его стиль в одежде. В спорте, известном своими строгими правилами хорошего тона, Агаси появлялся на турнирах в рваных джинсах и пестрых рубашках. Он отрастил длинные волосы и щеголял серьгой в ухе, ругался на корте как матрос и даже принял участие в качестве главного персонажа в броской рекламной кампании бренда «Кэнон» с провокационным девизом «Имидж — это все». Если же говорить о теннисе, то Агаси откровенно не оправдывал возложенных на него ожиданий. Он слишком часто проигрывал на ранних стадиях турниров гораздо менее искусным игрокам. Фиаско в первом круге на небольшом разминочном турнире в Германии, поражение в третьем круге на турнире большого шлема, его рейтинг потихоньку падал. Он скатился с седьмого места в мире на двадцать второе, а затем и на тридцать первое.